Но наконец-таки граждане Великой и Необъятной вышли из комы и начали работать. Также приобрели способность передвигаться на своих двоих и на колесах. И вот здесь вас ждут кое-какие законодательные новости, большинство из которых мы явно приветствуем. Я точно знаю, что до последнего постановления никакие способы перевозки детей на переднем сидении не разрешались. В возрасте до 12 лет правила дорожного движения в предыдущей редакции запрещали перевозку детей на переднем сидении категорическим образом. Сейчас новые изменения и дополнения разрешили перевозку детей в возрасте до 12 лет, но обязательное условие это должно быть дополнительное специальное детское кресло спереди, с правой стороны от водителя. Также для детей в возрасте до 12 лет сейчас возможна перевозка на заднем сидении автомобиля, с учетом того, что дополнительно к ремню безопасности, который предусмотрен заводам-изготовителям, нужны еще дополнительные удерживающие устройства. Получилось таким образом, что пока в конструкциях заводов-изготовителей таких приспособлений нет, то есть мы знаем о том, что ремни безопасности обязательны для всех участников движения, то есть и для водителя, и для пассажиров, то есть там, где есть оборудованные ремнями безопасности, сзади обязательные условия их использовать. И просто, чтобы не морочить людям голову, напомню о том, что специальное кресло с детьми до 12 лет, для детей до 12 лет должно быть спереди пассажирское, и сзади уже дополнительно к ремню безопасности, еще и дополнительные удерживающие устройства, пока которых вроде бы как никто не видел. Только в рекламных журналах, и безусловно, с нашей стороны, конечно, закон уже вступил в силу, поэтому есть возможность претензии сотрудников госавтоинспекции к водителям, которые переводят своих детей до 12-летнего возраста без учета вот этих вот новых условий, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 рублей, как нарушение правил перевозки пассажиров. Мы можем объяснить это еще и тем, что вот страны рядом с прекрасным автомобилем, но с кожаным салоном. Я с детства помню, когда сидел на заднем сиденье, то по тем дорогам еще по старым болтались, ну, мягко говоря, не по-детски. Ну и сейчас вот, наверное, можно говорить о том, что для чего все это сделано. Наверное, для того, чтобы исключить проскальзывание под ремнями безопасности? Абсолютно справедливо. И надо сказать, да, несмотря на то, что есть недостача в специальных оборудованных вот этих средствах, пока, скажем так, я думаю, что рынок заполнится, конечно, а основная задача – это безопасность детей. Почему? Потому что, если вспомнить трагическую статистику прошлого года, был один погибший ребенок как раз-таки в лобовом столкновении на казачьей переправе. А еще из новостей, призванных навести порядок на дороге – это ужесточение наказаний за нарушения, которые мы неоднократно демонстрировали, раздавая почетных слонов автоидиотам. Осталось ввести систему видеоконтроля и лепота. Через пару месяцев – долгожданный порядок, а не ненавистный бардак.